Очень много утечек стало появляться. Так много, что я сам не успеваю за всем иногда следить. И мне говорят, а ты видел там новые сливы? А я только предыдущий дочитал. Вот вчера ночью еще один кадр потек. И в общем-то все интересно, все очень здорово подогревает интерес. Но как всегда самое сложное понять, где правда, а где просто фантазии форумчан, чтобы набрать классы. Я недавно спросил вас в вопроснике, стоит ли делать контент по этим утечкам, интересно ли, нужно ли. И с небольшим перевесом вы проголосовали за. Так что окей, давайте поговорим. Но сначала несколько обязательных предупреждений. Во-первых, вся информация из этого видео является частью сливов инфы от неизвестного автора. Ее подлинность невозможно подтвердить. И я советую сохранять скептический настрой. Да, среди тонны информации есть то, что уже появилось в игре, или то, что анонсировано разработчиками официально. И это заставляет подумать, что и остальная часть инфы правда. Но все же, огромный пласт инфы от неизвестно кого. Во-вторых, даже несмотря на то, что я только что сказал про скептическое отношение к инфе, все равно предупреждение о спойлерах не будет лишним, поскольку некоторые вещи выглядят довольно реальными. Далее я буду брать самые интересные заголовки из этого пласта информации и как-то комментировать, оценивать, насколько все это похоже на правду, а в конце поделюсь своим коротким вердиктом и мнением на этот счет. Вас в комментариях призываю то же самое делать, пишите, чему верите, чему нет. Итак, начнем. У нас будет несколько опций. Общие игровые изменения, 15 сезон, следующий, и дополнение Королева-Ведьма. Давайте начнем с общих изменений, поскольку они кажутся наиболее понятными и даже в каком-то роде связанными с той официальной инфой, которую нам дают сами разработчики. Например, в последней статье они писали об изменениях в ранговой системе Авангарда, и когда в Твиттере спросили про то, изменятся ли как-то ранги Железного Знамени, DMG намекнул, что да, изменения планируются, но об этом поговорят с нами позже. Так вот, в утечках сообщается об этих самых изменениях режима Железное Знамя. Сливы обещают новые награды, типа полностью новых сетов брони и пары новых пушек за каждый сезон. Система жетонов тоже будет удалена из Железного Знамени и заменена на ранги репутации, вроде рангов в Гарниле. Если вы будете носить броню из Железного Знамени, то за каждый фрагмент сета вам будет даваться на 10% больше опыта, также и на плюс 10% за надетую эмблему ивента. Для этой самой брони Железного Знамени будут добавлены новые слоты эксклюзивных модов, вроде рейдовых сейчас, которые будут работать только в матчах Знамени. Также будет добавлен специальный титул в виде печати, вроде аналогичной для испытания Осириса. Этой части инфы я верю довольно легко. Все эти шаги хорошо подходят под текущий путь игры, а режим Железного Знамени стагнирует уже слишком долго, чтобы и далее его игнорировать при столь амбициозных планах-то. Система увеличенного опыта от сета брони и от эмблемы звучит здорово. И именно так, смею напомнить, зарабатывался опыт в баннере еще в первой части, в первом ее году. Потом от этой системы зачем-то отказались, меняли туда-сюда-обратно и вот в итоге вернулись к истокам. Так что этот блок я бы оценил довольно реалистичным. Посмотрим, как все будет на самом деле. Мне кажется, на тему Железного Знамени разработчики официально заговорят уже совсем скоро. Менее реальным, хоть и безумно желанным, выглядит информация о кроссовере с Хейла в честь 30-летнего юбилея студии. В сливах обещают и кучу оружия из знаменитой франшизы, и наборы брони, и чего там только нет. Из марафона даже дробовик сватают. Прямо в Destiny из марафона, серьезно. Кто-то вообще играл в марафон из моих зрителей? Половина, наверное, не родились, а другие, может, под стол еще ходили. Это все настолько круто, что тут я скажу, да не верю. Если такой подарок окажется правдой, то он будет крышесносным сюрпризом. По утечкам появление юбилейного контента назначено на 21 декабря этого года. Что тоже странно, ведь юбилей студии отмечают летом. Хотя, вероятно, не успели договориться с Microsoft, у которых как раз сейчас права на серию. В документе говорится о том, что Люк Смит ведет переговоры на этот счет, и они еще продолжаются в каком-то виде. Ну или, может быть, сейчас-то вот уже и закончились. А, ну и чуть не забыл. Тематические наборы брони из Хейла предполагается добавить в лавку Тесс Эверверс. Что как раз логично. Если достигается соглашение на использование интеллектуальной собственности другой студии, то они точно запросят часть прибыли. И это наиболее логичный способ продавать броню спартанца, например, за донат. И часть с этих донатов отдавать в Microsoft. В такое я верю, и конкретно в этом случае вообще ничего против такого доната не имею. Ну вы представьте, сколько фанатов Хейла играет в Destiny. Ну как они будут рады. Что касается инфы по пятнадцатому сезону, то есть буквально по следующему. Начинается порция сливов ступо самой громкой фразы. Саватун будет убита в финале пятнадцатого сезона. До финала она будет долгое время находиться в тени. Ну, примерно как Юрия в текущем сезоне. И да, конечно, первая реакция на такого рода заявление. Ну да, сейчас убьем Саватун в конце обычного сезона, как же. Ну, не спешите. В источнике указано, что хоть мы и одолеем королеву обмана, но она воскреснет в начале дополнения Королева-Ведьма. А подробнее мы поговорим об этом далее. В этом и есть кой-кой смысл. Серьезно. Сезонное задание обещают. Такое же примерно, как и миссия Взлом, которая будет обновляться с каждой недели и вести сюжетное повествование от вторника ко вторнику. Два новых экзота, одним из которых будет стазисная винтовка, и пачка легендарного оружия, среди которого первые стазисные леги. Пистолет и линейка. О том, что в следующем сезоне появятся легендарные стазис-пушки, говорили сами разработчики, кстати, официально. Также в пятнадцатом сезоне якобы появится соло-режим испытания Сириса, который тоже разработчики тизерили, а до конца года планируют представить полноценный античит. Так что все это тоже вполне реально, ну или как минимум очень желанно звучит, и ничего сверхъестественного, кроме убийцого Саватун, тут, конечно, не обещают. И, кстати, об этом. Давайте конкретно про утечки к дополнению. Королева-Ведьма, согласно документу, должна выйти 22 февраля 2022 года. То есть 22-02-22. Красивая дата, однако. Телефонный номер Саватун, наверное. В самом начале дополнения мы станем свидетелями того, как Саватун воскреснет, внимание, с помощью света. У нее будет призрак. И, в общем, да, я знаю, это звучит запредельно, но намеки на это уже кое-какие появлялись. Сейчас все, например, читают лор-описание ретро-футуриста и за голову хватаются. Короче, Саватун будет обнаружена нами в ее тронном мире, в который мы попадем через ее дредноут, который будет недалеко от Марса. И да, это было перечисление предполагаемых локаций. Марс, дредноут Саватун и тронный мир Саватун. Марс будет не тот, что удалили год назад, а тот, что в Destiny 1, но теперь весь испоганенный силами одержимых. А дредноут и тронный мир будет напоминать аналогичные локации ее братца Орикса, но будет вроде как масштабнее. Во время сюжетки, которая будет включать в себя 8 миссий, мы якобы вновь одолеем Саватун. На этот раз взаправду и перед смертью она нам сообщит, что идет некий свидетель. Нет, не этот. Хотя, черт его знает, тут уже ничему не удивлюсь. Свидетель, некое существо тьмы, появится и скажет загадочное «Я увидел достаточно, я иду». И это должно нас и правда напугать, поскольку после этих слов пирамиды активируются и откроется путь к рейду. Главными врагами в рейде будут одержимые и улей, а финальным боссом будет некий посланник свидетеля. Сам рейд позиционируется как самый амбициозный во франшизе. И ладно, давайте не сглазим, а то сейчас завысим ожидания, основываясь на каких-то утечках, да? Оно нам не надо. Про новые локации сказал, а про старые? Что-то опять уберут? Ну, инсайдер сообщает, что якобы да, предстоит расстаться с ЕМЗ и Нессом, а контент дополнения отвергнутые станет бесплатным. Не то, чтобы это прям сюрприз. Обещают 34 новых оружия, вместо 14, как это было в загранью света. А еще, совершенно новый тип оружия, что-то вроде копья, там такое описание мутное. Короче, как валькирия, или типа того. Ну и как финальный аккорд, вчерашнее утекшее изображение, которое под заголовком спойлер, мы уже постили в группу. Вот. Предполагаемая обложка дополнения Королева-Ведьма. Саватум на ней. Рядом с ней, ее призрак. И этому я, кажется, склонен доверять. Это очень похоже на официальная промо. Притом сначала оно было вот таким, супер пожатым и шакальным, а это уже фанаты через нейросеть прогнали. Тут видны характерные для нейросетки артефакты. Теперь давайте понемногу к выводам. Вообще, этот документ появился неделю назад, но я решил, что стоило ему повариться в сообществе, смотрел за реакцией реддита на него и так далее. А теперь вы сказали, что надо бы рассказать. Ну вот я и да. Думаете сами, конечно, сомневаетесь, не доверяете, но скажу по себе. Я многому из написанного почему-то верю. По простой причине, на самом деле. Хочу обратить внимание, что документ выглядит как стенограмма. Как будто бы вот именно что документ внутренний. Будто кто-то писал ее с какого-то собрания в студии или с конференции на вроде саммитов, которые банджи проводят с контент-мейкерами и потом о которых ничего не слышно. Тут много технических пунктов. О прибыли, об онлайне. Даже когда идет описание дополнения, есть пункты, рассказывающие настроение этого дополнения в духе детектива или в атмосфере Твин Пикс. Такая информация обычно дается на внутренних презентациях в студии, чтобы погрузить в совет директоров какой-нибудь или другие отделы разработки в нужный сеттинг без долгих предисловий. Для игроков такое обычно не пишут. Это просто не имеет никакого смысла. Банджи уже не раз заявляли о том, сколь амбициозны их планы на франшизу на последние ее грядущие годы. И все изложенное реально звучит более чем амбициозно. Я стараюсь быть хладнокровным относительно любых анонсов, даже официальных, вы же знаете. Всегда говорю не ждите слишком многого, чтобы не разочароваться. Но в этот раз даже я немного подразогнался. Если хоть половина из этого подтвердится на презентации 24 августа, то будет крайне сложно терпеть до релиза самого дополнения. Так что мой личный вердикт? Кажется, я почти поверил. Да. В прошлый раз я вам сказал, что да какие подклассы тьмы, вы чё? И вот как оно получилось. Пишите, что думаете в комментариях. Мне будет правда интересно почитать, обсудить с вами, что кажется вам менее реальным из рассказанного, а чему может быть верите на 100%. Ну и не забудьте лайк поставить, конечно, что я зря тут инсайдерской информацией распинаюсь. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok